Забили Орда и Адриан, и это помогло Атлетику одержать победу. Ну и последний матч Тура, последний матч в нашем обзоре. Леванта у себя дома принимал на Сьюдаде Валенсии Мадридский Реал. Очень тяжелых погодных условиях проходила встреча, поле было залито водой, это было даже похоже чем-то на водное поло. На матч крылья советов Динамо из прошлого сезона российской премьер-лиги. Видите, сколько луж, мяч застревает в этих лужах и пришлось командам, конечно, приспосабливаться к этим погодным условиям. Неприятно начинается, погодным и игровым условиям, конечно, неприятно начинается матч для Реала на... Где-то в минуте там 13-15 получает вот такой удар локоточком от Давида Навара Криштиану Роналду. И рассекли бровь к Криштиану, в скобликах крови пришлось заклеивать бровь к Криштиану. И потом, как выяснилось, у него заплыл один глаз во втором тайме в перерыве. В раздевалке он почувствовал себя еще хуже. И практически, как сказал Маурине после матча, потерял зрение и не видел ничего. Поэтому надо ему пройти обследование медицинской клиники и греха подальше заменили Криштиану Роналду. И на второй тайм он не вышел. Но до этого успел Криштиану даже с одним глазом, как Кутузов сумел распечатать ворота Густаво Муно. После розыгрыша стандартного положения здесь мяч отскочил к Криштиану и все, мастерски сделал. Криштиан здорово подработал мяч и неотразимый пробил по воротам. На 21-й минуте Реал открыл счет в этой встрече. Были серьезные кадровые проблемы у Реала. Два нападающих отсутствовали. Бензима травмирован, Игуаин травмирован. Но вернулся в строй Арбело, вернулся Куинтрао. Это все помощь в оборону. А вот в атаке проблемы действительно у Реала были достаточно серьезные. Косили с воротах Серхио Рамос, Пепе, Арбело, Куинтрао, Хаби Алонсо, Эсьен, Озил, Димария, Калихон и Роналду. Это стартовый состав. И вместо Роналду во втором тайме после перерыва появился Рауль Альбиоль. Густаво Муно в воротах у Леванты. Давид Навара, Хуан Франк, Педро Лопес, Серхио Болистерес, Папа Диоб, Хуанлу, Ибора, Баркеро, Эльжар и Абафеми Мартенс. Хуан Игнасио Мартинес главный тренер Леванты. Жозе Мауриньо главный тренер Барселоны. Ой, Барселоны. Оговорочка. Главный тренер Мадридского Реала, конечно, Жозе Мауриньо. Прошу опять меня проистить. Фрагменты второго тайма. Леванты бился, бодался как мог. Вот в этих погодных условиях, в этих тяжелых игровых условиях Реал помогли стандарты. И здесь Пепе мог забивать второй мяч, но попал в перекладину. Еще один стандарт мы видим. И опять хорошая подача. Мяч заметался во вратарской, попал в перекладину. И как он не пересек линию ворот, уму просто непостижимый. Не понимает это даже Серхио Рамос. Он именно там готов был пяткой мяча ворота переправить. И здесь откровенно Леванты повезло. Еще одна атака Реала. Получает шанс отличиться Анхель де Мария. Но перебросить мяч через вратаря аргентинский полузащитник не сумел. А Хаби Алонс, конечно, сделал замечательный заброс за спину Хуан Фран. Леванты сумел открытать мяч на 62-й минуте. Вот после этой комбинации Пепе здесь сыграл не лучшим образом. И позволил Луису Родригесу Анхелю, вышшему на замену, получить мяч в штрафной Мадридцев. И аккуратно перебросить его через Касилиса. Возможно, здесь был офсайд. Возможно. Ну и отметим также скидку, которую сделал Абафеми Мартенс на своего партнера. Возможно, здесь действительно офсайд был. И суди проморгали нарушение правил в атаке у Леванты. Вышел на замену у Реала на 83-й минуте Альвара Марата. И эта замена стала ключевой в этой встрече. Но до выхода Марата мы смотрим, здесь офсайда никакого нет. Калихон получает мяч в правильном положении. Задержался Давид Навара. И пенальти назначает Сесар Мунис Фернандес. Но мы видим, что нарушение, конечно, было до штрафной. И арбитр здесь просто втащил мяч в штрафную, назначив пенальти в ворота валенсийцев. Но браво Густаво Мнуа. Не забивает Хаби Алонсо. Угадал направление удара. Уругвайский голкипер. И отбил мяч в сторону. Это, конечно же, чудовищно пробил. Просто катастрофически плохо пробил. На этот пенальти Хаби Алонсо. Момент у Хуанлу. Такая хорошая, веселая игрушка была. Даже не игрушка, а такая битва. Бадалова. Усполнение Леванта и Реала. И вот вышли на замену Марата после подачи Хаби Алонсо. Здесь Хаби Алонсо, может сказать, исправился. Блестящий навес. И Марата забивает свой первый мяч за основную команду. Посмотрите, какая радость. Именно в чемпионате, я говорю. Какая радость у Альвара Мараты. Сумасшедшая. И, конечно, как по-другому может быть. На 85-й минуте Марата ударом головой приносит победу Реалу в тяжелейшем матче. Помню, что в прошлом сезоне Реал здесь проиграл 0-1. Здесь играть всегда непросто. И вот так, благодаря двум стандартам, Реал все-таки вырвал победу в матче. С ливантийцами. И здесь, даже если бы Афьеми Мартин забил, мяч не был бы защитным. Потому что вот на этом повторе будет хорошо видно, что арбитр поднял флажок, зафиксировал Асайд. Реал побеждает 2-1. И отстает от мадридского атлетико на 5 очков, а от Барселоны на 8. Вот таким получился 11-й тур испанской премьеры. Герой его Альвара Марата. Для вас работал Константин Генич. Адьос, Амигас.